Мы очень надеемся, что прокуратура выполнит обещания, данные народным депутатам, то, что до конца этой недели, в ближайшие несколько дней, до пятницы, материалы будут переданы председателю Верховного Суда Украины. Мы будем надеяться, что это действительно свершится, и в дальнейшем будем информировать общество про результаты по этому вопросу. Арест должен быть, наверное, введен уже сегодня, в ближайшее время. То, что касается привлечения, то мы надеемся, что на следующей неделе, все-таки по свестку дня, господин Гройсман и лидеры фракции поставят уже результаты рассмотрения Верховного Суда. Мы очень надеемся, что Верховный Суд, пользуясь возможностью того, что это их бывшие коллеги, не будут оказывать им дополнительного содействия и достаточно быстро проведет все необходимые процедуры. Правозащитниками, активистами, группой депутатов мы следим за этим процессом. Мы подали необходимые документы к Генеральному прокуратуру, и порядка двух месяцев тому назад эти суди были привлечены, этим судям была предъявлена пидозра, то есть они стали подозреваемыми. Однако, непонятным причинам до сих пор материалы не были переданы по процедуре Верховный Суд и потом на голосование парламента. По умеющей у меня информации, что, используя свои связи, судьи из Крыма обратились сюда, к высшим чинам, в том числе судебной власти, с просьбой придержать эти материалы, что даст им возможность не быть привлеченным к уголовной ответственности до момента, пока парламент уйдет в отпуск, или же до момента, когда мы не сможем проголосовать об привлечении их к ответственности и аресту. Мы, как депутаты, не допустим такого. Подозревание выставлено по 111 статье Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такого. Народный депутат Лагвинский, фракция Народный фронт и другие коллеги требуют привлечения к ответственности 270 судей Крыма, которые приняли присягу России, таким образом предали народ Украины. Они должны были или уехать жить здесь, или отказаться от работы на врага. Это предатели, которые должны быть также привлечены к уголовной ответственности, все их имущество арестовано и не должны быть находиться в международном розыске. Мы требуем от генерального прокурора того, чтобы это было реализовано. Точно так же это должно касаться и всех других государственных служащих, работников службы безопасности, прокуратуры, милиции, всех тех, кто принимал присягу на верность Украине и кто предал.